В Поднебесной принимают меры для восстановления промышленной экономики. В Синьцзяне после вспышки коронавируса открылся один из лучших горнолыжных курортов страны. Военный корабль ВМС Китая принял участие в международном смотре флота в водах Бангладеш. Две большие панды попали в объективы видеокамер в Национальном природном заповеднике. После недавней вспышки коронавируса в разных регионах страны внедряются различные меры для восстановления промышленной экономики. К примеру, в Гуанчжоу многие предприятия возобновили свою работу, используя заранее принятый план действий при чрезвычайных ситуациях. Именно так смогла организовать все этапы своей деятельности местная компания электронной коммерции. Всего за пару дней вернулись в обычный режим производства, продажи, логистика и отгрузка продукции со складов. Во многих районах Гуанчжоу во время вспышки коронавируса на предприятиях внедрили замкнутый цикл производства. Так, несмотря на эпидемию на заводе по изготовлению лифтов, производственные мощности в ноябре увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Сейчас наступил пиковый период производства лифтов. До конца года мы должны выполнить все поставленные задачи. Меры профилактики по борьбе с эпидемией в Гуанчжоу и быстрое возобновление работы и производства дают нам надежду, что мы решим все задачи в срок». Многие фабрики в Джэнчжоу, столице провинции Хэннань, возобновили производство. В автомобильной компании «Дунфэн Ниссан», которая находится в зоне экономического и технологического развития, на работу вышли около 600 сотрудников. «Четвертый квартал – самый важный в году. Это квартал с самым высоким объемом производства. Правительство оказывает поддержку заводу, координирует логистику и обеспечивает завершение цепочки поставок. Все это помогает нам выполнить годовой план». Производители транспортных средств и сотни вспомогательных компаний в зоне экономического и технологического развития Джэнчжоу вынесены в так называемый «белый список». Это дает право предприятиям работать на полную мощность. Благодаря списку на работу вышли 64 тысячи человек, а показатель трудоустройства достиг 95%. В Синьцзяно-Игурском автономном районе после недавней вспышки COVID-19 жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Там открылся один из лучших горнолыжных курортов Китая – Шелковый путь. Он находится всего в часе езды от Урумчи, столицы региона. «Мы наслаждаемся первым снегом. Условия на горнолыжном курорте отличные. Здесь мы можем заниматься разными видами спорта. Ожидается, что продажи туров, спрос на которые из-за вспышки эпидемии упал, с началом работы горнолыжного курорта снова начнут расти. Мы открыли новый снежный сезон и рады каждому туристу. Как горнолыжный и туристический курорт национального уровня мы полностью подготовились, оптимизировали наши лыжные трассы и расширили их территорию». Также на горнолыжном курорте установили новое оборудование для производства и прессовки снега уровня зимних олимпийских игр, чтобы любители зимних видов спорта наслаждались качественным снежным покровом. Корабль военно-морских сил «Народно-освободительной армии Китая» эсминец Чэнша прибыл в воды у юго-восточного побережья Бангладеш для участия в международном смотре флота. В рамках четырехдневного мероприятия состоялись торжества, посвященные столетию со дня рождения отца нации – шейха Муджибура Рахмана и празднованию золотого юбилея независимости Бангладеш. Кроме того, представители военно-морских сил Китая и Бангладеш провели серию официальных встреч. За последние годы КНР направила ряд эсминцев и фрегатов для участия в международных смотрах флота по приглашению иностранных военно-морских сил. Боевой корабль Чэнша разработан и спроектирован в КНР и введен в эксплуатацию 12 августа 2015 года. Сотрудники Национального природного заповедника Ван Лан в провинции Сычуань собрали материалы с камер наблюдения, снятые за последние полгода, и обнаружили любопытные видео. На нем мама панда пытается научить своего детеныша оставлять запаховые метки и распознавать их, но маленький бамбуковый медвежонок не слушается и занимается своими делами. После очередного игрового трюка большая панда не выдерживает и любя отчитывает своего гиперактивного малыша. Эта парочка не впервые попадает в объектив камеры. На майских кадрах мама также обучала детеныша оставлять запаховые метки, а на летнем видео он уже заметно подрос. Бамбуковому медвежонку не меньше двух лет, и похоже, что заботливая мама готовит своего детеныша к самостоятельной жизни. Национальный природный заповедник Ван Лан занимает площадь больше 300 квадратных километров и является частью Национального парка больших панд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова